Здравствуйте! В эфире программа «Здоровый город» и мы продолжаем говорить о здоровье. Сегодня у нас в гостях врач-травматолог, ортопед Лидского медицинского центра «Профимед» Александр Прищепан. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Вероника. Тема нашей программы сегодня – это опорно-двигательный аппарат и факторы, влияющие на его неправильную работу. Александр Николаевич, давайте начнем с того же, что же такое опорно-двигательный аппарат. Опорно-двигательный аппарат создан природой для одной всего лишь цели – чтобы система могла перемещаться. Чтобы система могла перемещаться, она должна быть стабильной. Здание стабильно своим весом, упирающимся в землю. Дерево стабильно корнями, врастающему в землю. Как стабилизировать? Как может быть человек стабилен, если он двигается и на 80% состоит из воды? Как его стабилизировать? Есть такая система стабилизации – это система внутреннего натяжения. Дело в том, что у человека два скелета. Твердый – это кости, и мягкий – это мышцы, это фасции, это связки, это сухожилия. Вот взаимодействие двух скелетов и дает внутреннее натяжение, которым стабилизируется человек. Чтобы зрителям было более понятно, я сделал такую примитивную систему. Это система внутренней стабилизации напряжением. Она стремится к стабильности. Куда бы мы ее ни отклоняли, она стремится к стабильности. Вот она отдельно, она нигде не врастает, нигде не стоит, она не тяжелая. Вот это система внутренней стабилизации. Приблизительно так стабилизирован человек, где кости – это распорки, а мягкие ткани – это натяжители. Такое строение саморегуляции, оно в природе используется практически всеми живыми организмами. Начал описывать его американский архитектор Фуллер. И называется эта система Тансегрити. Опорно-двигательный аппарат – это основа всего тела, благодаря которой мы можем передвигаться и принимать определенные позы. Скажите, какие основные дисфункции можете выделить именно опорно-двигательного аппарата? Да, пожалуй, основная дисфункция опорно-двигательного аппарата – это миофасциальный болевой синдром. Что это такое? Миофасциальный болевой синдром вызывается перегруженной мышцей. То есть перегруженная мышца отстреливает боль в удаленные участки тела. Каждая мышца имеет свою карту распространения боли. Несколько мышц имеют разные карты, но болевые ощущения могут наслаиваться от нескольких мышц. Что касается других систем, то, скорее всего, сколиоз, деформации стопы любой сложности, деформирующие артрозы – это уже являются производными от неправильного натяжения различных мышечных и фасциальных систем. Скажите, а по каким симптомам человек может понять, что ему пора уже на прием к врачу-травматологу-ортобеду? Тут я бы привел просто классификацию, такую простую классификацию миофасциального болевого синдрома. Она заключается в следующем. Когда люди ко мне приходят на прием, они иногда не могут даже сформулировать жалобу. Они говорят, что-то у них не в порядке, но что не могут понять. Они чувствуют какой-то дискомфорт. Вот это первая стадия миофасциального синдрома. Дискомфорт. Дискомфорт, да. Но при надавливании в определенные точки возникает резко выраженная болезненность. Вот это первая стадия. А так человек полностью здоров. Переходим ко второй стадии. Вторая стадия заключается в том, что у человека ничего не болит, но он испытывает дискомфорт и боли при определенных движениях и нагрузках. Это вторая стадия. Оно может во времени размазан этот процесс. Может первая стадия идти несколько лет, вторая стадия, третья стадия. Даже несколько лет. Да. Третья стадия – это когда у человека возникает боль не только при нагрузках, но и в покое. Иногда даже ночью болит больше, чем днем. Вот это третья стадия. Скажите, а какова причина возникновения таких болевых симптомов? Боль в мышце возникает от ее перегрузки. Дело в том, что на этапах развития опорно-двигательный аппарат выработал для себя определенный алгоритм движений, паттерн движений или образец движений. Любое отклонение от этих движений, оно вызывает перегрузку определенных мышц. Перегрузку определенных мышц вызывает также, например, неправильная поза. Или когда человек стоит долго в какой-то позе. Например, врач-стоматолог. Вот он стоит постоянно в этой позе, работает. Конечно, у него будет перегружаться определенная мышца, в частности, широчайшая мышца спины. Еще одна причина болевого синдрома является то, что какая-нибудь мышца недорабатывает. Поэтому болезненная мышца берет на себя функцию первой мышцы и получает двойную нагрузку. Есть еще причины, такие как, например, стресс. Такие, как, например, резкое поднятие тяжести не на подготовленных мышцах. Вызывает, может вызывать прострелы, например. Инфекционные заболевания тоже ведут к неправильной работе мышц или ослабляют мышцу. Инфекции – раз, интоксикации – два. Но одним из главных факторов является гиподинамия. А гиподинамия – это? Отсутствие движения. А травмы? Скажите, что вы можете сказать о травмах? Они влияют на опорно-двигательный аппарат и также могут привести к появлению болевых симптомов, либо нет? Обязательно. Если мы исходим, что у человека два скелета – жесткие и мягкие, значит, травма мягкого скелета – обычный ушиб. Хотя давайте начнем с того, что, например, вы надели трико, обтягивающееся все тело. Произошла травма, то есть порез или разорвали трико. Что делает в этом случае организм? Он пытается заштопать его. То есть как? Образуется рубец. На месте повреждения образуется рубец. Если это маленький рубец, то бог с ним. Если это большой рубец, ну, например, даже можно представить после операции большой рубец, то этот рубец стягивает на себя все близлежащие ткани. Когда происходит это то же самое, что взять и скомкать вот так одежду, значит, будет напряжение на других концах. И, значит, нарушается вся стабилизирующая система организма. Другое дело, еще большая травма, когда ломается кость, тогда человек должен долго быть обездвиженным. Гиподинамия, атрофия мышц происходит. И потом он еще должен обучаться движению, преодолевать травму. А все травмы ведут к миофасциальному болевому синдрому. Движение – это жизнь. А правильное движение могут помочь избежать визитов к врачу и различных травм. Это верно? Да, это так. Но все-таки главное движение у человека – это ходьба. Это перемещение в пространстве. А сколько человек должен ходить в день? Это зависит индивидуально. Ходьба – это главное движение человека. Что дает ходьба? Давайте разберем. На нескольких системах ходьба много чего дает. Но хотя бы. Сердечно-сосудистая система. Она позволяет сердечной мышце получать дозированную, глубоко дозированную нагрузку. То есть не перегружая сердечную мышцу. Что она дает для опорного аппарата? При ходьбе работают все мышцы. От головы до первого пальца на ноге. Ходьба укрепляет наш позвоночник. Как? При ходьбе хорошо питаются межпозвонковые диски. В которых и происходят вот эти грыжи, которые потом выявляются на МРТ. Почему человеческий позвоночник так устроен, что межпозвонковое пространство, занятое диском, оно кровоснабжается очень плохо. Оно кровоснабжается путем диффузии. Когда человек ходит, у человека позвоночник устроен так, что происходит ротационное движение между двумя позвонками. Но кроме ротации происходит, вот смотрите, мы откручиваем крышку в бутылке. Что происходит? Мы делаем ротацию и крышка выворачивается, поднимается. Так же и в позвоночнике происходит. Когда мы ротируем туловище, то происходит вот такое движение. Вот такое движение. То есть межпозвоночный диск, как губка, сбрасывает жидкость и питательные вещества, напитывается, сбрасывает, напитывается. То есть в таком диске грыж, как правило, или не будет, или будет очень мало. Ходьба должна быть правильной. Как правильная ходьба? Первое, что при ходьбе мы производим, это удар пяткой в пол. Дальше переносится вес по наружной части стопы, в передний отдел стопы. Это происходит набор энергии для толчка. И, наконец, набравший энергию, стопа осуществляет толчок первым пальцем. Вот это правильная ходьба. Включая ротацию, то есть мы выносим правую ногу и левую руку. Значит, позвоночник идет вправо, а грудная клетка влево. А шея опять вправо. То есть видите, какие сложные движения происходят при ходьбе. То есть участвуют все мышцы абсолютно. Когда вот такая ходьба правильно осуществляется, проблем у человека нет. Что еще хочу сказать про милых женщин? Какая женщина не хочет, чтобы у нее были длинные ноги? Все хотят. Поэтому они одевают каблуки, чтобы визуально продлить свою ногу. И мужчины на это ведутся. Но чем плох каблук? Первое что. Каблук не дает стопе совершать правильное движение. То есть переката. Женщина идет вот так. На каблуках. То есть стопа полностью выключается. Остается только одна нагрузка на передний отдел стопы. Все. Функцию стопа своей не выполняет. Кроме того, еще одна беда. Не работает икроножная мышца. Когда каблук высокий, икроножная мышца укорачивается. И она выключается из работы. Женщина идет другими мышцами. Она икроножной мышцей не пользуется. Что делает организм? Если человек долго ходит на каблуках, на высоких. Организм думает, а зачем ему икроножные мышцы? И начинает сшивать рубцовой тканью две головки икроножной мышцы. Медиальную и латеральную. Образуются спайки в икроножных мышцах. И это я вижу на приеме у себя. Когда человек приходит, он не по поводу этой патологии, но я стараюсь посмотреть человека всего. Приходит и щупаешь просто соединительно тканные рубцы в области икроножных мышц. Женщинам стоит вообще отказаться от обуви на каблуке? Либо можно носить ее как-то дозированно? Да, периодически можно. Но потом надо... Нет, постоянно нельзя носить. Можно носить только периодически, на короткий промежуток. Мне известно, что на своих приемах вы рассказываете с пациентом о правильном дыхании и учите дышать верно. Расскажите, дыхание тоже имеет какую-то роль для здоровья человека? Вы знаете, дыхание является так же, как ходьба, одной из самых главных человеческих паттернов. То есть образцов движений. Мне больно смотреть, когда на прием приходят молодые люди, которые не умеют дышать. И я стараюсь всем показать, как правильно дышать и как-то обучить людей. Дыхание... В чем его важность? Важность даже... Ну, не, оно важное, конечно, чтобы человек получил кислород в своей ткани. Но неправильное дыхание, вот что много влечет дисфункций. К одной из основных дисфункций я бы отнес грудной тип дыхания. Когда человек дышит верхней частью трапеции и... Вот у меня кивательная мышца. А вот за кивательной мышцей лежат три лестничных мышцы, которые крепятся к первому, второму ребру. Третье крепится к второму ребру. Две первые к первому. Что происходит? Когда человек дышит грудью, вот так. Мне кажется, все так дышат. Вот это и плохо. Вот с этим я и борюсь. Что происходит? Если все так дышат, пожалуйста, вот сюда положите руку и сожмите вот эту мышцу. У всех будет боль. Это говорит о том, что дыхание неправильное. Основная дыхательная мышца – это диафрагма, грудо-брюшная и межреберная мышца. Когда человек дышит, то есть стягает грудную клетку лестничными мышцами и верхней частью трапеции, что происходит? Лестничные мышцы и трапеция – это, понимаете, добавочная дыхательная мышца. Представьте, бежит человек на дистанции. Дышит нормально, дышит. Потом не хватает кислорода. Что он делает? Глубокий вдох. Вот здесь и нужны эти мышцы. Они еще больше расширяют грудную клетку. Если человек дышит постоянно, лестничные мышцы укорачиваются. Но все было неплохо. Но между первой и второй лестничной мышцей, вот так вот, проходит нервное сплетение плечевое. Когда мышцы укорачивают, они как ножницами сжимают плечевое сплетение нервное. Что мы при этом получаем? Мы при этом получаем нарушение функции мелких мышц кисти, а не менее. Вот это первое что. Второе. Ну вышло это мышца между... Вышло нервное сплетение между двух мышц. Пошло дальше. Дальше оно идет под ключицей. Но мышцы сокращаются. Первое ребро подтягивает ключицы. И тут опять ключицы и первое ребро совершают конфликт. Они давят на плечевое сплетение. Вторая, получается, позиция, по которой плечевое сплетение может сдавиться. Вот это, что касается верхней апертуры. Верхняя апертура – это отверстие в грудной клетке. Это синдром верхней апертуры называется. Что еще дыхание? Если человек не дышит грудобрюшной диафрагмой, что не происходит? Не происходит массажа внутренних органов. То есть при дыхании происходит массаж внутренних органов. Печень движется вот так. Почки двигаются вот так. То есть все органы двигаются. Что это дает? Это улучшает работу внутренних органов. Кишечник двигается тоже. Если дыхание у нас грудное, то не происходит сброс венозной крови, сброс лимфы из внутренних органов. Еще одна вещь. Смотрите. Вот грудной тип дыхания. Вот такой. Он вентилирует 30% легких, не больше. Нижние отделы остаются интактными. О чем это говорит? Сколько людей болело ковидом? Много? Много. Почему? Сейчас я вам расскажу. Потому что все дышали неправильно. Большинство людей дышат неправильно, а это приводит к заболеванию ковидом. Как происходит это? Вирус попадает в организм. Вентиляция при грудном типе дыхания вентиляция только 30% легких. Попадая в нижние отделы легких, вирус находит великолепную обстановку. Застой крови. Ведь по крови поступают специальные клетки, макрофаги, которые встречают вирус и обволакивают его, и съедают. Если застой крови, но солдат нет, не с чем бороться с вирусом, вирус начинает размножаться. У человека появляется вирусная пневмония, как правило, нижняя долевая или средняя долевая. Что делает доктор, когда, например, такой больной уже поступает в реанимацию? Первое, что это, кладут его на живот. Почему? Ну, чтобы хоть как-то заставить дышать задние и нижние отделы легких. Поэтому человек проводит в реанимации все время на животе. Второй вопрос. Грудобрюшная диафрагма очень связана с тазовой диафрагмой. Что такое тазовая? Таз – это дырка вот такая, закрыта мышцами. И вот они действуют как поршень, вот так вот. Грудобрюшная диафрагма и тазовая диафрагма. Когда рождается человек маленький, чтобы заставить его дышать, акушер берет на руку и хлопает по попе, стимулируя грудобрюшную диафрагму, чтобы началось дыхание. И малыш – а-а-а! И начинает дыхание. То есть удар по попке, стимуляция тазовой диафрагмы действует на брюшную диафрагму. Правильное дыхание – это профилактика варикозной болезни. Почему? Если человек сидит, а большинство людей сидят на работе и довольно долгое время, не происходит движение в ногах. Движение в ногах стимулирует отток крови от ног и венозной крови от ног. Если движения нет, то ухудшается отток крови от ног. А еще не работает диафрагма. Диафрагма хоть как-то. Диафрагма создает при вдохе, диафрагма создает отрицательное давление в брюшной полости, и ноги как бы шприцем отсасывается кровь в высшие отделы. Если этого нет, то кровь и остается там, застаивается. Возникает у человека отек после работы. Смотрит, а ноги отекшие. Возникает отек, а это прямое движение к варикозной расширению, к варикозной болезни вен и геморрою. Что еще дальше? Не работает грудобрюшная диафрагма. Значит, у человека прямые мышцы живота тоже выключаются из работы. А нервная система поступает четко. Если она две недели не видит мышцу, она ее просто исключает из работы, потому что мышца довольно энергозатратный объект. А кормить дармоеда система не может. Поэтому слабеют прямые мышцы живота. Что происходит? Вот интересно, человек приходит на прием и стоит вот так вот. Вот я его беру, двумя пальцами толкну, и он падает уже. Почему? Да потому что не работает стабилизационный аппарат, не работает натяжение в организме. Человек падает. То есть он стоит в остановленном падении. Кроме того, при неработающей диафрагме человек в остановленном падении, ну надо же его обратно как-то вывести. Организм что делает? Он еще больше напрягает все мышцы поясницы, чтобы выпрямить человека. Поясничная мышца несет двойную нагрузку. Поэтому неправильное дыхание вызывает боли в поясничной области. Александр Николаевич, давайте тогда перейдем от теории, как говорится, к практике. Покажите, пожалуйста, как правильно нужно дышать. Я покажу два движения. Вот на приеме вот это движение могут многие сделать. Вот смотрите, кладем две руки на нижние ребра и совершаем вот такое движение. Смотрите на мои плечи. У меня только работает грудная клетка. Вот это правильное полноценное дыхание. И еще. Вот кладем, вот мечевидный отросток. Мы кладем два пальца. Практически это диафрагма уже. И вот такое движение. У меня плечи стоят на месте. Но я полноценно дышу. Естественно, я это все утрирую. Так никто дышать не будет, потому что при таком дыхании возникает гипервентиляция. У человека возникает головокружение. Но вот это правильное движение. Но я смотрю вот у людей, даже у детей, ну как детей, 15, 17, 18 лет. Подростков. Подростков, да. Вот они этот паттерн не потеряли, вот это движение. А вот этот паттерн. Они не знают, как это сделать. Не знают, какими мышцами дышать. Они... А вот этого движения не могут совершить. То есть это движение уже забыто. Вот что плохо. Все-таки как дышать правильно? Если вы говорите, это приводит к головокружению такое дыхание. Как это правильно? Я показал утренную. Вот это вот правильное дыхание. Просто надо дышать не так, не сильно полной грудью. Я не дышу плечами. Я не дышу лестничными мышцами. Я дышу диафрагмой и межреберными мышцами. Нашим зрителям стоит стоять перед зеркалом и потренироваться, я думаю, да? И еще одно упражнение. Значит, чтобы научиться правильно дышать и поддерживать диафрагму в нормальном положении. Вот смотрите, есть такая практика. Вы ложитесь дома на диван или на кровать и надуваете живот. Дыхание. А теперь задерживаем дыхание и гоняем этот объем вот следующим образом. Вот это самое лучшее упражнение, которое я знаю для дыхания, для стимуляции диафрагмы. Нашей основной дыхательной мышцы. Оно безопасно, его можно проводить? Абсолютно. Но можно не так часто, как я. Я уже опытный человек в этом и знаю, как дышать. Ну, хотя бы задержать дыхание и два-три движения повторить. Вот это, конечно, здорово. Но это же надо делать, понимаете? Надо вбить себе просто в рефлекс это все. Чтобы было у вас это рефлекторно. Потому что так подумал, подышал так, а не подумал, никак не подышал. Вот этому надо учиться. Но у меня, я, наверное, потратил год, чтобы вот освоить так, чтобы уже не думать, как дышать. Ну, у тех, у кого появятся вопросы, я думаю, вы все секреты правильного дыхания откроете на своем приеме. Да, конечно, мне эта форма общения нравится. Вот спасибо Литскому телевидению, потому что я давно эту информацию копил на приеме. Я стараюсь людям рассказать. Кто-то понимает, ну, кто-то не готов к восприятию этого всего. Но вот у вас аудитория большая, поэтому я хочу, я просто хочу эту информацию донести до людей, чтобы как можно больше людей владело этой информацией. Мне кажется, это очень важно. Спасибо вам огромное, что приоткрыли, так сказать, завесу тайны к здоровому образу жизни. Средняя, пожалуйста. Я напомню, сегодня у нас в гостях врач-травматолог-ортопед Литского медицинского центра профимед Александр Николаевич Прищепа. И говорим мы сегодня об опорно-двигательном аппарате и факторах, влияющих на его работу. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, как только человек почувствовал боль, ему сразу стоит обращаться к доктору или нет? Я знаю по себе, что вот пока, как говорится, не прижмет хорошенько, не пойдешь. Когда человек почувствовал боль, это уже организм не может компенсировать какую-то дисфункцию. Организм тоже долго сражается, понимаете, это так же, как новая машина. Купил, здорово ездит, здорово ходит, но через 3-4 года что-то начинает скрипеть, что-то надо менять. Вот у человека, когда заскрепело, заболело, это как бы уже все, это уже какой-то слом произошел. Поэтому, конечно, надо обратиться. Но чтобы до этого не допустить, вообще что надо делать? Надо любить себя прежде всего. Встаньте около зеркала, посмотрите на себя, анфас, посмотрите, нет ли деформации в вашем теле, нет ли перекоса одно плечо, нет ли, чтобы одна нога короче была. То есть, внимательно на себя посмотрите, повернитесь боком, посмотрите боком, не падаете ли вы вперед, не падаете ли вы назад. То есть, ну, это же обычные методы визуальной профилактики. А уже когда возникла боль, уже это произошел процесс декомпенсации. Уже организм своими силами не может справиться. А что такое боль? Боль – это интернациональный язык наших органов. Если им надо что-то сказать, любая система, она нам говорит посредством боли. Нам главное понять, о чем нам хочет сказать организм, и устранить причину, которая вызывает боль. А часто причина находится совсем в другом месте, чем там, где возникает боль. А какие существуют методы лечения заболевания опорно-двигательного аппарата? В лечении заболевания опорно-двигательного аппарата я бы выделил следующее. Мы сегодня в рамках нашей беседы не затронули тему воспаления. Я думаю, это не надо. Мы затронули самое главное, что бывает больше всего в человеческом теле. Это миофасциальный болевой синдром. Боль перегруженной мышцы. Она нам кричит о своей перегрузке болью. Воспалительные. Бывает воспалительное заболевание опорно-двигательного аппарата. Конечно. Ну, например, человек получил травму. Как организм реагирует? Конечно, отек возникает. Возникает боль. Да, это можно лечить противовоспалительными препаратами какими-то. Но миофасциальный болевой синдром противовоспалительными препаратами лечится очень-очень плохо. Прием противовоспалительного препарата может купировать боль на пару часов. Потом она возникает снова. Что делать? Постоянно пить? Нет. Надо прийти ко мне и попытаться, если в моей этой компетенции, выяснить, в чем причина болею человека. Александр Николаевич, огромное спасибо вам за такую содержательную беседу. Я уверена, что ваши советы были полезны для наших телезрителей. Берегите себя и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!